Приветствую вас, и чтобы избавиться от вспоминавшегося мнения, нужно в первую очередь найти объекта мнения, который появился у вас с самого начала. То есть, кто бы служил для вас первичным примером мужчин, благодаря которому у вас сложилось такое впечатление. Скорее всего, это ваш отец или кто-то из ближайших родственников. Вот проработка этого человека, переосмысление его поведения, его личности и, по сути дела, является изменением вашего мнения относительно мужчин. Далее, нужно сказать, что для того, чтобы изменить мнение, нужно еще и изменение у вас. Поскольку вы говорите, что вы мышиные хищники, соответственно, вы жертва. От позиции жертвы нужно исходить, отходить, прошу прощения, и учиться защищать свои интересы, учиться отставать внутренние границы, бороться за них. Но при этом не отталкивая мужчину, не прерывая, а учая его, научая его тому, что нужно умазать вас. Изначально мы устраиваем отношения именно так, на основе уважения, на основе понимания, равноправия и так далее. Именно таким образом можно изменить мнение о мужчине с мужчиной. Соответственно, первое, что мы делаем, ищем того человека, который стал первичным образцом для формирования вашего мнения. И подробно разбираем его. Далее, анализируем ваше поведение с мужчинами и учимся быть не жертвой, а равноправным партнером. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго.